В США набирает популярность новый вид услуг, объятия за деньги. Профессиональный обнимальщик готов в прямом смысле подставить плечо, на котором можно выплакаться и выспаться, и при этом никакого интима. Особенность этого трогательного подхода испытала на себе Жанна Агалакова. Вы устали? Одиноки? В стрессе? Вас никто не любит? Есть место, где вам будут рады всегда. Пожалеют, приласкают, выслушают, обнимут. Будут вашей жилеткой и любящим другом. Всего за 80 долларов в час. Здравствуйте, проходите. Я Бекки. Очень приятно. Новая услуга называется по-английски cuddle for hire, или объятие по найму. И Бекки в этом деле профессионал. Средний возраст моих клиентов около 40, и все они мужчины. Я была бы рада обнимать и женщин, но они почему-то думают, если за деньги, то это не от души. На просторной тахте, за складной ширмой, Бекки лечит от одиночества и тревоги. Ее клуб одиноких сердец открыт для всех. Но, к сожалению, никто из клиентов по понятным причинам не согласился сниматься. Пришлось нам испытывать на себе чудодейственную силу ее объятий. Минимум 50 разных поз. В арсенале профессиональные обнимальщицы. Плюс легкий массаж и даже колыбельные. Ведь сеанс может длиться всю ночь. Ученые подтверждают, ласки регулируют давление, повышают уровень окситоцина, гормона, который помогает справиться с болью, физической и душевной. Час-другой телячьих нежностей. И встаешь преображенным. Это трогательный во всех смыслах бизнес оказался в Америке, где обычно не принято вторгаться в личное пространство. Чрезвычайно востребован. Ежедневно около тысячи человек записываются на сеансы платонической любви. Кстати, в контракте прописано отдельным пунктом. Обниматься можно только без задней мысли. Мой жених абсолютно поддерживает меня. И он первый, кому я звоню после сеанса. Эй, у меня все в порядке. Кимберли перед приходом очередного клиента убирает с глаз фотографии трех своих детей и любимого. Свежее белье, взбитые подушки. Незнакомому мужчине здесь должно быть уютно и покойно. Один клиент был очень неловкий, и он все время извинялся за свою неловкость. А я ему говорю, да вы не волнуйтесь, просто идите ко мне, и все. И тут он заплакал. Оказалось, что он вырос в детдоме. Его никто никогда не обнимал. В объятии Кимберли рыдали мелкие предприниматели и клерки, страховые агенты и сотрудники IT-компаний, повар и даже владелец похоронного бюро. Он жаловался, что только на похороны и ходит, общается исключительно с родными покойных. А если его приглашают, то только за тем, чтобы забрать тело. А еще был один пожарный. И он во время сеанса рассказывал про разные типы пожаров. Было очень интересно. Социологи удивляются. На планете 7 миллиардов человек, а люди еще никогда не чувствовали себя так одиноко. А ведь часто это просто тактильная недостаточность. Это когда человеку не хватает физического контакта с другим человеком. Ведь он ощущал его постоянно еще в утробе матери. И это было залогом того, что все идет как надо. Но средства есть. Ласковое прикосновение, крепкое объятие и добрые слова. А некоторым еще нравится вот так. О да, это здорово. И это работает. Жанна Галаква, Борис Леонов, Первый канал, США. Субтитры сделал DimaTorzok